Я пригласил вас, чтобы обсудить актуальные вопросы в сотрудничестве с нашим ключевым внешним партнером. Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Ну что ж, будем партнерами. Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе. По всем вопросам наших договоренностей в союзном государстве и нашей жизни, не только как с партнерами, но и как братским, близким нам государством, все решения приняты. И на Высшем государственном совете, и на союзном совмине, и в двустороннем формате подписаны очень многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются. Полгода назад на уровне Высшего государственного совета были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития союза на предстоящие пять лет. То есть программа действует, мы долго к ней готовились, вычиняли каждый вопрос, согласовали и прописали. Все, на что способны мы и на что способна была прежде всего Российская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны. Охвачен широчайший спектр, тем не менее, вопросов и макроэкономика, и бюджетная, промышленная, внешняя политика, транспортное пространство, иммиграция, здравоохранение, культура, другие гуманитарные вопросы. По всем направлениям были приняты определенные планы. Мы вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка. Идем к формированию общего правового пространства союзного государства. Кстати, до середины этого года мы должны были начать в середине этого года и закончить к концу этого года вопросы по ценам, по-моему, на газ. Сейчас мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны. И наша часть делегации завтра на переговорах с Россией, и российская часть должны будут ответить на этот вопрос. Почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году? Сегодня, в канун, как я уже сказал, переговоров, переговоры будут непростыми, вы все это прекрасно понимаете. Я хотел бы обсудить с вами, как будем двигаться дальше в решении интеграционных вопросов, непреклонно уважая суверенитет двух стран и особенно выбор наших народов – россиян и белорусов. По газу на 2019 год цены урегулированы. Пусть это в два раза дороже, чем в России, но в 2019 году, вот уже три года подряд, включая 2019, мы договорились о ценообразовании на природный газ. Что касается цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра, как я уже говорил, мы потеряли почти 4,5 миллиарда долларов. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, это еще 10,5 миллиардов долларов, мы понесем потери. И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано, что мы никогда не пойдем на ухудшение ситуации в Беларуси экономической, и мы компенсируем потери от налогового маневра. Это были обещания. Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали все, и было принято решение. И заявление было первого вице-премьера Силуанова, который вел с вами переговоры, что да, потери в Беларуси немалые, и мы готовы компенсировать эти потери за счет бюджета. И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос, почему остановились эти переговоры, когда, в принципе, все было готово для принятия решения, ну, даже на союзном совмине в Бресте. И наши действия на перспективу, в частности, на переговорах завтра с президентом Российской Федерации. Какова наша позиция? Но мы должны четко понимать и свою позицию обозначить и отставить все на переговорах завтра в Кремле. Продолжение следует...